Уважаемые ребята, уважаемые родители, позвольте представить вам Гавриэль Качёпа, Верховный комиссар по международному сотрудничеству, заместитель генерального секторя Организации экономического сотрудничества, президент Ассоциации востребованных студентов российских вузов. И большой-большой наш год. Дорогие мои люди-друзья, я вам честно скажу, я удивлён. Удивлён, как увидел. То, что я увидел, то, что вы сделали, я хочу вам сказать огромное спасибо. Этим вы показываете, что у России есть множество. У молодёжи России есть перспективы. У меня даже грустно стало. Грустно, потому что в моей стране, в Африке, континент, откуда я приехал, кто среди вас поверит, что из 100 человек, 80 человек, живут очень плохо, от вас плохо. 75 человек из 100 плохо питаются. Кто поверит, что из 100 человек на Африканском континенте, только у вас в мире есть кошелёк и счёт в банке. Кто поверит, что из 100 человек, только у одного человека есть компьютер. Кто поверит, что в Африке из 100 человек, только у одного человека есть диплом в межевообразовании. И посмотрите, вы как живёте. Я никогда не забуду, когда 15 лет тому назад, я уже был в России, учился здесь. И каждый раз, когда я возвращаюсь домой, я обязательно посещаю школу, где я учился. И когда я говорю, школа, вы поймёте, что это просто, такое пространство, где нет домов. Школа, это вот в Паме где-то, дождь начинается, и уроки прекращаются. Я приехал, очередной раз, и думаю, я сделаю приятное школе, подарил два компьютера. Два компьютера, но оказалось, что света нет. Не смогли подключать, но два компьютера. Проходит два года, я ещё вернулся на родину, пошёл ещё посещать эту школу. Естественно, один компьютер исчез, и только один компьютер остался. Появился свет. И мне повезло, что в день, когда я посетил эту школу, шёл урок по информатике. Где почти 80 детей вокруг учителя по информатике. И один из человек, который имеет право, имел право нажимать на кнопки, на клавиатурах, это только учитель сам. А столик вообще ни в ком слышали, нельзя затронуться, чтобы их не сломать. Я здесь говорю, вот, вы счастливые люди. Вы живёте в прекрасной стране, где заботится о молодёжи. Где понимают, что в будущей стране зависит от молодёжи. Цените, дорогие друзья, те условия, которые для вас создаются сегодня. Я хотел бы отменить вас, поблагодарить ваших педаторов. Тех людей, которые создают эти инфраструктуры. Тех людей, которые дают частицу сердца ежедневно, чтобы вы учились. Посмотрите в возраст. И они уже гели. Когда мне задают вопрос, я сам профессор в МГУ. Когда мне задают вопрос, а какая специальность в будущем. Когда, несколько лет тому назад, престижем была бы экономистом, нефтяником, как я. Или дипломатом, как я. Или юристом, как Жириновский. Ну, не знаю. Вот. Поверьте, что сегодня без робота роботизации вообще никуда. Единственное, что мы боимся, если вы успешно будете развивать это направление. Что роботы заменят когда-нибудь людей, которые потом останутся без работы. Что с нашим обществом будет. Поэтому мне кажется, что пройдет буквально 5-10 лет. И придется нам, старшим поколениям, преподготовиться, выбрать другую профессию. Будущие забавы, дорогие друзья. Я надеюсь, что вы продолжаете развивать нас. И хотелось бы сказать, что вашим родителям. Браво! Браво! Спасибо! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ